Институту уполномоченных по правам ребенка в России 10 лет. В рамках празднования юбилея в Ненецком округе прошло торжественное вручение благодарственных писем и первое заседание экспертного совета при Институте уполномоченного. Все подробности в материале моей коллеги Натальи Кисляковой. Владлена Степанова, руководитель Центра развития и досуга элит. Не так давно воспитанники Центра принимали участие в окружном благотворительном концерте «Взрослые дети». В принципе, когда нас пригласили, мне понравилась идея того, что и взрослые, и дети в одном номере соединили что-то общее между собой. Это, в принципе, в Наримаре, мне кажется, подобного, ничего такого не было. И это сплочает и взрослых, и детей, мне так кажется. Хотела сказать огромную благодарность уполномоченному по правам ребенка о том, что вообще, в принципе, такие мероприятия организовывают, потому что это нужно делать, это надо делать, это сплочает, и наше общество делает намного лучше. За отзывчивость Владлены наградили благодарственным письмом. Церемония вручения прошла в рамках юбилея Института уполномоченных по правам ребенка. Также благодарственные письма вручили гражданам, принимавшим участие в различных мероприятиях, организованных уполномоченным по правам ребенка в Неницком округе. После торжественной части состоялось первое заседание экспертного совета, на котором рассматривался вопрос о увеличении мер поддержки семьям усыновителей. На экспертном совете был заслушан доклад Сергея Анатольевича Свиридова. Он руководит департаментом, который курирует эти вопросы. И он рассказал о тех мерах поддержки, которые сейчас существуют уже в округе. В настоящее время дано задание все это обсчитать, просчитать. И уже вынести обоснованное решение, поддержать эту инициативу, не поддержать эту инициативу. По итогу заседания было принято решение провести анализ данного вопроса. Наталья Кислякова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».